Приветствую вас. Хотелось бы сказать, что, вероятно, именно хорошие отношения с отцом и стали для вас основой для того, что вы теперь выстраиваете свои отношения с мужчинами, ставьте себя. Также хочется сказать, что по поводу подобия, то есть, вы говорите о том, что вы не ищете подобия отца в этих мужчинах, вы можете этого не осознавать. Потому что первичный образ мужчины, который у вас формировался, безусловно, в детстве, он так или иначе дает особе знать, и вы неосознанно, интуитивно выбираете себе тех мужчин, которые соответствуют этому внутреннему образу. Если только не включить волевую регуляцию и не, ну как бы, направить себя целеустремленно на то, чтобы все-таки встречаться с мужчинами помоложе. Ситуацию можно разрешить путем, как бы это сказать, отделения ваших желаток. То есть, если бы вопрос не касался секса, то здесь можно было сказать так, что в мужчине вы ищете защищенность, стабильность, зрелость. Кроме того, вы сами, в общем-то, наверное, очень зрелый человек. И все вот это вот, как бы, опосредует то, что вы встречаетесь с мужчинами старше вас. Но, на самом деле, здесь речь идет о сексуальном возбуждении. Как вы сказали, что вас именно возбуждают мужчины, старше вас. И раз так, что бороться с этим, безусловно, не нужно. Одна вы не останетесь, как правильно сказал вам коллега, потому что люди живут так. Есть и 20 лет разница в возрасте, и люди нормально живут. Ну, да, там определенные особенности есть, но очень важно для вас, именно для вас, очень важно отделить сексуальное возбуждение от духовной, эмоциональной близости и единения. Потому что сексуальные предпочтения – это одно, и их вы можете удовлетворять как угодно вам, и делать для того, чтобы их удовлетворять что угодно. За это никто не вправил вас осуждать. И здесь нет границ, кроме согласия другого человека, вашего партнера. Но есть еще и духовная и эмоциональная сфера, которая тоже важна. И если вам вот эта эмоциональная сфера кажется менее важной, или, например, вы придаете ей меньше значения, то это лишь только временно. То есть в будущем, я уверен, у вас немножечко взгляд изменится, вы переформируете свои представления, вы немножечко будете отдавать предпочтение другим вещам, когда речь будет конкретно о семье. А пока, если вас устроит, если вас устраивает, точнее, вот то, как вы сейчас живете, если вас устраивает, что вы встречаетесь с мужчиной старше себя, то причин плановаться и считать, что это действительно какие-то проблемы, я не вижу причин для этого совершенно. Другое дело, что, понимаете, если у вас отношения основаны только на сексе, то тогда, конечно, вам будет сложно. Потому что, ну, на одном сексе отношения серьезные не построят. Потому что кроме секса все-таки нужно еще что-то другое, что-то более серьезное, более глубокое. Живем мы с человеком, не с сексуальным партнером. И если мужчину старше себя вы не воспринимаете как человека, а воспринимаете его в большей степени как сексуального партнера, то это, в первую очередь, конечно, означает, что ничего серьезного у вас не будет с ним. Но, с другой стороны, можно задать и такой вопрос. Нужно ли вам сказать серьезное сейчас, на данный момент? Вот мне, например, показалось, что нет. Мне, например, показалось, что ничего серьезного вы на данный момент с мужчинами не планируете. Ну, так и не нужно тогда об этом пока думать. А одна вы не останетесь. Это в любом случае. Так что, думаю, все у вас в порядке. Другое дело, что, если вы сами хотите чего-то для себя, то, например, вот если вы хотели бы, например, каких-то более эмоционально глубоких, эмоционально ярких ощущений, то вот тогда, да, тогда можно вам помочь, тогда можно с вами поработать, тогда можно подумать, как сделать так, чтобы вы свои желания на духовном эмоциональном уровне реализовывали не только с мужчинами взрослее вас, но все равно сексуальные предпочтения будут. И они либо со временем с возрастом у вас поменяются, либо будут оставаться такими, то есть вас будут привлекать мужчины, ну, определенного возраста, там где-то вот. Вот вы сказали, что 22, значит, соответственно, около 40, да, примерно. Ну и нормально, все будет в порядке у вас, я думаю. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!